С давних времен Люди хорошо относятся к совам Их считают мудрыми И часто изображают Профессорских мантиях И шапках с кисточками Или сидящими на стопках Старинных книг Сова стала символом Известной интеллектуальной игры Что, где, когда А в народных сказках Мудрые совы охраняют Хозяйское добро от расхитителей Мышей и крыс Но что же это На самом деле за птицы Сегодняшний рассказ Мы посвятили Одному из их видов Ушастой сове Так как мимо такой Обаятельной красавицы Пройти невозможно Название она получила Из-за пучков перьев на голове Которые может поднимать Опускать Или плотно прижимать Однако эти ушки Не являются органами слуха Настоящие уши совы Это два больших Несимметрично расположенных Отверстия по бокам головы Ушастая сова Как и остальные совы Сама не делает гнезд А занимает постройки Врановых птиц И когда сорока, грач или ворона Строят гнездо Это не всегда означает Что именно их потомство Будет в нем расти Вообще-то чаще Сова занимает старые гнезда Этих птиц Но бывают случаи Когда и новые Однажды мартовской ночью Антон Барановский Стал свидетелем Как сова в колонии грачей Выгоняла из одного гнезда Его хозяина Она пикировала Прыгала вокруг по веткам А грач защищался Не вставая из гнезда Минут через пять Сова оставила грача И улетела Причем в режиме Токового полета С преувеличенно Широким взмахом крыльев Из чего ученый Сделал вывод Что это был самец И где-то рядом За происходящим Наблюдала самка Через несколько дней В этом гнезде Уже насиживала кладку Сова А грачи Построили себе Новое гнездо На том же дереве Больше конфликтов Между ними Не было Только иногда Представители колонии Прилетали на соседнюю ветку Посмотреть на сову Обратите внимание Гнездо находится Возле тротуара С оживленным движением Совы нередко Живут в непосредственной Близости от людей И это их не пугает Причем люди Часто даже не догадываются Что рядом Находится сова И днем Она спит Сидя на ветке Вытянувшись И прижимаясь К стволу дерева Заметить ее В таком положении Почти невозможно Активность сова Становится только В темноте Бесшумно Вылетая На открытые места Где она охотится Основу питания Ушастой совы Составляют Мышевидные грызуны Издавна известно Что там Где селятся Эти птицы Исчезают мыши Реже Реже добычи Совы Становятся Мелкие Воробьиные Птицы Плодовитость Ушастых Сох Зависит От количества Мышей В местах Их обитания Если Грызунов Достаточно Много Самка Откладывает Не меньше Семи яиц Когда же С питанием Тога Она Ограничивается Тремя Но чаще Всего В кладке Пять-шесть Круглых Белых Яиц Птенчики Появляются На свет Слепыми И едва Покрыты Редким Пухом Кормит Всю семью Самец А самка Греет Малышей И защищает Их Маленьких Птенцов Родители Кормят Крупными Насекомыми Чаще Всего Жуками Когда Старшему Исполняется Приблизительно Неделя На охоту Начинает Летать И мать Подросшие Птенцы Заметно Отличаются По размеру В ожидании Родителей Они сидят Плотной Кучкой Обогревают Друг друга Птенцовая Пирамида Строится Далеко Не как попало Обычно В центре Восседает Старший И его Голова Всегда Возвышается Над грудой Тел Самые Маленькие Оказываются Внизу Скоро Многочисленному Семейству Станет Тесно В этом Гнезде Естественный Отход В гнезде Ушастой Совы Нередко Бывает Большим Обычно Одно-два Яйца Оказываются Болтунами Или с Погибшим Зародышем Кроме Того Часть Птенцов Гибнет В первые Дни Жизни В конечном Итоге До месячного Возраста Доживает В лучшем Случае Две Третьи Птенцов И вот Старшим Совятам Приблизительно Месяц Они Вот-вот Переберутся На соседние Ветки Прямо Сейчас Два Уйдут Обратите Внимание Здесь Их Шесть Тут Уже Пять На ветках Они будут Сидеть Еще Приблизительно Месяц Родители Все это Время Будут Их Кормить Именно С такими Слетками Антон Варановский И его Коллеги Неоднократно Общались Первая Такая Встреча Произошла Еще В 2009 Году Милые Совята Покорили Сердце Ученого И с тех Пор Антон Варановский Постоянно Наблюдает За жизнью Этих Птиц Дорогие Друзья Даже Не Верится У меня В руках Настоящий Мягкий Пушистый Совенок И между Прочим С рязанской Пропиской Распуская Крылья И цокая Клювом Совята Пугают Непрошенных Гостей Когти У совы Очень большие И цепкие Лапы Оперены До самых Когтей Своими Когтями Ушастая Сова Способна Хватать Добычу Прямо На виду Даже Даже Если Она Очень Маленькая А это Встреча С молодыми Совами В 2011 Году Этот Вывод Интересен Тем Что В нем Было Восемь Слетков Что Случается Очень Редко На фото Старшие А младшие А младшие В тот момент Еще Сидели В гнезде Последняя На данный Момент Встреча Состоялась В прошлом Году Перед Нами Птенец Ушастой Совой Он Еще Не Умеет Летать Хорошо Оперился И для Того Чтобы Защититься И Напугать Человека Он Делает Вот Такую Позу Раскушается Щелкает И Кричит По Настоящему Летать Молодые Совы Начинают Приблизительно На 55 День Своей Жизни И Только Тогда Они Становятся Полностью Независимыми От Родителей Ну Вот И Все На Сегодня Оставайтесь С нами И Вы Узнаете Много Интересного О Птицах Населяющих России До Скорых Встреч